Народ, всем привет! Меня зовут Дима Коваленчик, вы находитесь в студии Red Sea Mastering, это студия аналогового мастеринга и гибридного сведения. Аналоговый мастеринг это на сегодняшний день must have, для того, чтобы ваша музыкальная продукция звучала конкурентоспособно, фирменно, транслировалась хорошо на разные системы прослушивания и воспроизведения звука. Потому что то обогащение гармониками, глубиной, шириной стереобазы, мягкостью и шелковистостью звучания, которое придает аналоговое оборудование, На сегодняшний день плагины могут конкурировать только в плане, ну может быть, точности настроек, в плане точности обработки транзиентов, ну и еще каких-то таких технических вещей. Ну вот психоакустические вещи, как глубина трехмерность пространства сценического, которая приобретает музыкальный материал после обработки на аналоговом мастеринговом оборудовании, это, конечно, несравнимо. Но примеры вы можете услышать у меня на канале, есть видео с примерами, и не одно, его много, их много разных, в разных стилях, я давно это демонстрирую всем и часто. И, значит, это аналоговый мастеринг. Гибридное сведение, это когда, допустим, сводится трек в In The Box, полностью в компьютере, потом делятся треки на подгруппы или на шины, ну или изначально они были разделены на шины. Шина ударных, шина, там, допустим, клавишных, шина гитары, бак-гитары, шина вокала, вот, и там две, три, четыре стереошины, потом сводятся в стемы. Стемы можно прислать ко мне в студию. Я их прогоняю через консоль, на которой есть четыре стереоканала, шесть стереоканалов, то есть можно шесть стемов прислать, один из которых это будет стем эффектов обработки. Вот. И, таким образом, каждый из стемов по мере наградобности я могу добавить на него и компрессию, и сатурацию, и какую-то дополнительную эквализацию. И это, поскольку в консолях, в любых аналоговых консолях есть входные трансформаторы, есть преампы на каждом канале, а на моей консоли еще есть компрессор, аналоговый, настоящий, на каждом канале, то это, конечно, придает еще большую гибкость работы со стемами. И вот именно это и называется аналоговое, гибридное сведение. То есть, часть своих проектов я тоже свожу в In The Box, потом пропускаю через консоль, довожу какие-то вещи, может, сатурацию, если, допустим, заставить входной канал клиповать, входной каскад клиповать, через который происходит хоть одна шина какая-нибудь, то, во-первых, это идет прирост по громкости, во-вторых, это приобретает некую музыкальную гармонический дисторшн, очень красивое обогащение идет. И, опять же, та же трехмерность, вот эта вот густота басов, шелковистость верха, ни с чем не сравнить. Ну, поэтому я приглашаю всех, кому нужно, кому это нужно и кому это интересно, обращаться ко мне. Ну, а мы сегодня едем дальше. Значит, остановился я на том, что восстановил качество звучания своего трека, который идет вторым номером на моей аудиокассете, которую я записал, ну, почти что 30 лет назад, совершенно таким простым аналоговым способом. Даже не студийным, а, то есть, гитара шла напрямую во внутрь клавиши Aranger Workstation, и смешивалась внутри, микшировалась внутри с звуком самих клавиш, и выходил стереосигнал, который шел прямо в магнитофонную деку, на которой я делал мастер-кассету. Потом сделал первые копии с этой мастер-кассеты, и вот, собственно, ее я раскопал недавно в своих закромах, и благодаря вот тому, что у меня случайно попала ко мне в руки вот такой кассетный плеер, у меня появилась возможность оцифровать все эти записи, и теперь я занимаюсь тем, что восстанавливаю качество и возвращаю их к жизни, потому что музыка там действительно интересная. Играл я тогда на гитаре, ну, что-то где-то, может быть, слегка неуклюже, что-то где-то слегка, может быть, как-то, ну, скажем так, по-детски не зрело еще, но, тем не менее, музыкальное мышление, особенно в genre Fusion, у меня уже тогда присутствовало очень хорошо, вот, и после того, как я сейчас на свежую голову как бы со стороны прослушал весь этот музыкальный материал, он мне показался супер достойным для того, чтобы хотя бы просто восстановить его, для того, чтобы его можно было послушать в том виде, в котором он здесь записан, не говоря уже о том, что его можно переиздать полностью, то есть полностью здесь скопировать аранжировку, записать ее заново, но это уже отдельно, тут нужно обращаться и к клавишникам, может быть, и к живому барабанщику, это будет, был бы интересный проект, но пока не об этом речь. Итак, в прошлый раз мы восстановили, в принципе, собственно говоря, качество звука, оно было сначала вот таким. После того, как я произвел все перечисленные в прошлом видео манипуляции, эквализация, срез фильтрами, вычитание шума и тому подобные вещи, потом добавил сатурацию на верхние частоты, потом с помощью плагина enhancement низких и высоких частот сделал, добавил еще сатурацию, именно гармонический дисторшн, и получится вот такой звук после этого всего, который уже теперь пригоден к мастерингу. Субтитры подогнал «Симон»! Вот, значит, дальше идет процесс мастеринга. Сразу объясню. У меня подход к мастерингу после того, как я занялся мастерингом, аналоговым мастерингом, кардинально изменился. То есть, то, как делался мастеринг плагинами, и как многие делают мастеринг плагинами, этот подход иногда себя оправдывает, а иногда и не очень. Потому что, потому что, если плагины, особенно плагины, которые являются эмуляциями каких-то серьезных железок, такими, ну, достаточно хорошими эмуляциями в большинстве случаев, иногда не очень, что-то хуже, что-то лучше. У плагин Альянса есть некоторые эмуляции суперудачные, а некоторые, ну, просто красивая картинка, а так любой штатный плагин из любой DAW может делать все то же самое. Допустим, и полайзеры те же самые. Ну, вот так выходит, так получается. Ну, что поделаешь. Вот. Ну, а есть и совершенно незумительные эмуляции, например, тот же Iron Компрессор у того же плагина Альянса, тот же, та же эмуляция DBX компрессора у Waves, к примеру, или из серии CLA компрессора, самые известные, да. В общем, там есть хорошие эмуляции. Эмуляции оборудования Abiroad, шикарные эмуляции. У меня, наверное, на канале есть обзор. Мастеринг консолей из... Не даже обзор, а демонстрация работы на конкретном треке. Мастеринг консолей Abiroad, DGA мастеринг консоль. Это фирма Waves. Там тоже шикарные эмуляции. Так вот, я просто к тому говорю, что когда инженеры на этих фирмах создают эмуляции плагинов, они же рассчитывают на то, и они отталкиваются от того, что в эти плагины повторяют логику работы именно железа, а не наоборот. Не железо повторяет логику работы плагинов. Изначально было изобретено железо. И любой плагин на сегодняшний день ничего не делает того, что в принципе когда-либо не делало железо. То есть, все всегда скопировано у железных приборов. Даже те самые суперсовременные транзиент шейперы... Ну, единственное, что у нас сейчас появилось хорошего, это вот действительно вот эти вычитатели шума, которые сначала копируют шумовой профиль, потом его разворачивают в фазе, подмешивают к железному сигналу, к полезному сигналу. Это уже цифровые. Но я имею в виду стандартную обработку звука, не восстановительную, не какие-то волшебства, а именно стандартную обработку звука. Так вот, вся логика работы плагинов, она основывается на такой же логике работы аналоговых приборов. И если работы аналоговых приборов не знать, то можно улететь в такие ошибки, которые потом трудно будет раскопать. И найти потом, что и где исправлять. И такие случаи на моей практике уже были, я был им свидетелем. Ну, приходилось помогать там и все такое. Или делать просто работу. Но, с тех пор, как я перешел на аналоговый мастеринг, я очень подробно и скурпулезно, и много времени изучал особенности работы аналоговых приборов, тех или иных, компрессоров, экспандер гейт, компрессоры, как они откликаются, время атаки, время релиза, релиз, перегруз на выходном каскаде, клипирование, допустим. Как вообще клипирование звучит на аналоговых приборах? Насколько оно может быть музыкальным? Насколько оно действительно сжимает динамический диапазон? Поэтому неудивительно, что миксы, сделанные на аналоговых приборах, на аналоговой консоли, звучат очень громко. А люди вот с плагинами сидят и ломают голову, и пишут, и делают хайповые видео о том, как сделать новый микс громче in the box. Вот трудно. А зная логику работы железа, реальных аналоговых приборов, это становится легко, потому что ты понимаешь, откуда берется громкость. Ну и так далее. Такие вот вещи. И поэтому изучая работу, значит, компрессоров, эквалайзеров, параметрических эквалайзеров, типа Pultec, ламповых. Три вида компрессоров. VCA, импульсный, пульс... 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 пульс вайд... лимитер, пульс вайд модуляшн, лимитер, то есть модуляция ширины импульса. Импульсный лимитер, компрессор-лимитер. Он работает практически, очень чисто, почти как цифровой. Оптический лимитер с выходным ламповым каскадом. Потом преампы, в которых есть выходной ламповый каскад. Для того, чтобы немножко войти, вогнать лампу в клипирование и таким образом немножко придать сатурации и немножко снизить динамический диапазон. Потом есть аналоговый лимитер, у которого аналоговый лимитер, у которого в сочетании с клипингом получается это Brickwall лимитер. Причем он трехполосный. Он независимо реагирует на три составляющие. Там есть даже кроссовер-поинт. Можно по две на каждой частоте. Наверх, на низах и на середине. И это все я очень долго... Есть еще аналоговый DSR для того, чтобы убирать неприятные высокие цикающие частоты в финале цепочки после уже всех обработок, когда добавилась сатурация и произошло накопление гармоник в высоких частотах и излишняя энергия в высоких может возникнуть в высоких частотах. Все это... Для этого существует аналоговый DSR, который работает очень мощно. Гораздо мощнее, чем плагин. Гораздо ощутимее и в то же время очень... Гораздо тоньше можно его подстроить. Вот. Он может работать на очень таких тонких сибиллянтах, которые прям даже еле слышны, но тем не менее их обработает и прям слышно, что вот стало легче слушать фонограмму. Или наоборот, очень какие-то очень резкие звуки, которые, казалось бы, ну, на эквалайзере убирать уже нет смысла, потому что тогда общая картина слегка изменится. Немножко подсадить их, да, но при этом сохранить вот всю сатурацию, которая была придана когда сигнал прошел через все приборы. Для этого вот используется аналоговый DSR. Вот. Причем у DSR регулируется не только то, на какую частоту он регулирует. Регулируется ширина этой полосы от одной десятой октавы до одной октавы. Это очень прилично и это прям влияет хорошо на звук. Вот. И изучая, изучив работу на долгими часами, днями, месяцами, изучая работу на сегодняшних примерах, опытно делая работы уже мастеринг на заказ и таким образом приобретая опыт и изучая и изначально изучая как эти приборы работают в паре один с другим, какой уровень сигнала должен переходить по этой цепочке из, допустим, мультибенд компрессии в эквалайзер, потом фильтры, потом ламповый эквалайзер один, потом ламповый эквалайзер параметрический следом за ним. Вот. И как это все сочетается? Где, может быть, нужно применять преамп для того, чтобы сразу изначально немножко сжать динамику, а потом уже делать всю остальную обработку. А где наоборот, преамп поставить в конце, когда вся обработка на эквалайзере пришла, а вот компрессию делать не хочется. Тогда клипированием мы немножко сжимаем динамически, совсем по-другому работает. И вот изучив логику всего этого, всей этой работы, уже ты совершенно по-другому относишься к тому, как работают плагины. И тогда плагины начинают делать эту работу ну в общем очень похожим способом и можно приходить к очень похожим результатам, к которым я прихожу с помощью аналогового оборудования. То есть и зная логику работы аналогового оборудования, работать с плагинами гораздо проще. Они становятся понятнее как бы вам. И вот просто это тот бергграунд, с которым я подошел к работе над этим треком. Да и сейчас потому что я использовал здесь плагины. Почему плагины? Объясню. Я хотел посмотреть все-таки это аналоговая запись и вот тот аналоговый вайб она уже имеет. Я хотел посмотреть если мы мастеринг сделаем цифровой не потеряется ли не появится ли вот эта цифровая выхолощенность и не уйдет ли вот этот аналоговый шарм аналоговый вот этот аналоговый вайб который существует в этой записи изначально. И я сделал этот мастеринг in the box. Итак, давайте приступим к цепочке. Значит, первым что я сделал это поставил опять же все это делается по образу и подобию той цепи которая есть у меня сейчас. Первое что я сделал это я поставил мультибенд компрессор который разделил на две полосы с кроссовер point где у меня тут на на 76 герц на басах. Для чего я это сделал? Для того чтобы с помощью ну значит первая и вторая пол полосы отсутствуют я их схлопнул их нету мы работаем третья и четвертая вот это две полосы которые у меня работают. Четвертая это весь остальной спектр а вторая а третья это басы только басы и кстати у меня на моем двухканальном двухполосном компрессоре все то же самое у меня есть кроссовер который делит сигнал на две полосы на басы и все остальное бас и вверх и есть кроссовер point который движется от 960 герц это почти уже середина до там 45 герц то есть в басовом диапазоне можно отделять басы и можно поделить просто на две полосы середина нижняя середина и басы и середина верхняя середина и вверх можно так и вот между ними между этим и между басами кроссовер point ну и тут то же самое тут можно двигать эту кроссовер point вот туда-сюда практически это эмуляция той самой мульти дуалбенд компрессии которая есть в моем распоряжении поэтому я разделил всю полосу на два и для того и первое что я сделал значит давайте я покажу как звучит соло басы в байпасе ну вот слышно что они такие немножко гулки немножко гудит вот и поскольку бас потом будет еще сжиматься по динамический диапазон будет сжиматься на компрессоре эквалайзер будет обрываться будет придаваться еще сатурация сигналу то это гудение оно еще больше вот гудение между импульсами между толчками баса оно еще больше вырастет по громкости потому что сожмется слегка и динамический диапазон поэтому его надо притушить то есть обработать транзиент то есть сделать транзиент более острым как это делается ну это делается с помощью экспандера то есть это обратная сторона компрессии да то есть когда сигнал уходит ниже какого-то порога он еще больше занижается по громкости и таким образом сигнал который идет тише 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 он становится еще тише а компрессор вот или таким же способом получается как бы компрессор наоборот то есть сигнал который выходит всплеск да то экспандер его еще выше усиливает еще больше и усиление может регулироваться там от одного к одному естественно то есть когда нет усиления до одного к четырем по крайней мере на аналоговом экспандере это можно так сделать вот и я где-то здесь так и сделал тоже один рейшио поставил один к трем с половиной и на слух нащупал вот тот треш холд на котором бас начинает звучать гораздо более сухо без вот этих гудений между атаками если я треш холд допускаю полностью до 60 децибел минус 60 то начинаю поднимать мы слышим как бас начинает высыхать это я называю подсушивать подсушивать и пульсацию и потом поскольку у него всплески стали большими а в то же время всплески стали громче то есть пиковые значения стали громче их нужно немножко подкомпрессить немножко скомпрессовать чтобы немножко их выровнять чтобы не было большой разницы между вот и больших разночтений в амплитуде вот но при этом то что мы подсушили то что экспандером заглушилось то что низкие низкие значения громкости они стали еще ниже и поэтому они уже не будут гудеть даже если мы немножко сожмем динамический диапазон потому что там нечему гудеть мы их поджали они у них была громкость допустим минус 20 и 1 к 3 с половиной это где-то минус 60 и вот до такой степени они вот в пределах от минус 20 до минус 60 они становятся тише вот а соответственно то что выше становится громче так экспандер работает и так я это сделал поэтому бас звучит вот так это байпас вот слышно да что во-первых он бухает немножко по-разному с разной амплитудой а во-вторых между буханиями между вот этими тычками прям слышно как он гудит там прям эхо идет ну такое ну в общем ненужная басовая информация которая создает мутность вот причем это такая мутность которую эквалайзером уже убирать нет смысла а им нужно обрабатывать динамически и вот что получилось после того окей практически то же самое но только в рэшио два с половиной где-то приблизительно даже 2256 я сделал на всем всем остальном спектре да то есть от низкой середины где-то от нашего кроссовер point 76 до верха полностью я точно так же трэш холд экспандера немножко поднимал а ну еще тут же у нас трэш холд и есть трэш и есть еще до какой степени насколько убирать громкость да насколько убирать громкость если сигнал уходит ниже чем трэш холд если на басах я сказал написал выставил минус 9 децибел то здесь я выставил минус 3 децибел это для компрессии и для экспандера и 2,6 целых 2,6 рейшио в экспандере и в компрессии и соответственно вот что получилось вот что было до ну а теперь все вместе без плагина ну я думаю тут стало понятно да что ну сразу панч появилась вот эта панч появился кач появилась вот такая конкретность в басах появилась немножко такой легкий кач появился во всем остальном спектре во все остальные при том что я сделал сжатие не очень сильное буквально 1 к 2 1 к 2 с половиной поэтому длинные ноты я специально выбрал кусок для демонстрации там где гитара длинные ноты играть чтобы слышно было что оно не влияет на длинные ноты она их не затрагивает вот эта пульсация она происходит как бы вокруг следующим поскольку я копировал цепочку своего аналогового оборудования дело в том что суммирующий миксер после двух компрессоров у меня немножко я всегда даю на нем клипирование либо отдельно на басах или на высоких если хочу либо из компрессоров подаю на него сигнал завышенный а на самом миксере делаю сигнал чуть поменьше чтобы на входном каскаде заклипировать сигнал либо я все выстраиваю без клипа а только на выходном на мастер гейн на вот этом суммирующем миксер загоняю сигнал в клипирование то есть у меня три способа клипирования может быть и соответственно это придает разный слегка разный характер сатурации можно засатурировать только верхнюю часть или только нижнюю причем можно засатурировать на выходе из компрессора или можно засатурировать на выходе из суммирующего миксера это разная сатурация немножко потому что разные приборы и оно по разному звучит на входной сигнал сатурируем или выходной немножко по разному работает но тем не менее происходит генредакция то есть срезы пиков то есть это софт клипинг по сути вот и поэтому я решил этот эффект скопировать как скопировать с помощью по сути это можно взять любой клипер любой сатуратор ну вот есть у нас не на канале есть даже обзоры там двух клиперов там и от акустика аудио и от фирмы waves новые клиперы там мы появились прекрасные чудесные совершенно вот но у меня есть штатный штатный плагин для этого называется просто distortion выглядит он вот так такое подобие некой аналоговой коробочки distortion я выбрал тут можно выбрать несколько видов distortion growl это значит когда хрипит прям сильно байте это типа бит краж да то есть когда тоже такой урчит такой ребят типа distortion именно для того чтобы искажать в синтезаторные сигналы всевозможные там или там педовые вот настя это ну такой грязный distortion да понятно же вот и дальше идет класс а б то есть это когда перегруженные аналоговые усилитель да идет и на выходной каскад аналогового усилителя или аналогового компрессора какого-либо аналогового усилительного тракта да вот там тоже педалька компрессора или тот же компрессор у него еще есть выходной гейн который можно перегрузить ну получается вот это вот а б это класс аппаратуры до аналоговый вот и легкий перегруз софт клипинг или hard я выбрал софт клипинг потому что я знаю какой нужен меня тоже получается как бы софт клипинг я знаю как он должен звучать и мы нас и я вот настроил вот так драйв прегейн это значит собственно тот гейн который заходит в схему а драйв это то насколько эта схема сама по себе разгоняет сигнал вот он не трогал потому что не нужно было ну и вот что получилось без да и кстати говоря вот для того чтобы посмотреть что происходит с собственно говоря с wave с формой волны когда включаешь сатурацию легкую софт клипинг то можно проследить что происходит во первых на слух слышно да звук стал слегка чуть чуть более чуть чуть слегка более такой насыщенный слегка более такой шелковистый у него появилась он обогатился немножечко да а теперь посмотрите на форму волны а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще раз, без сатурации, смотрим Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дело в том, что в Logic и на эквалайзер Можно настроить по глубине срабатывания У меня глубина срабатывания 12 дБ, то есть амплитуда То есть плюс 6 и минус 6 То есть это мастеринг амплитуда Не плюс 12 и минус 12, а плюс 6 и минус 6 Чтобы я слишком не разгонялся Потому что на самом деле На мастеринге больше не нужно Если плюс 2, плюс 3 Вот эти самые глубокие Штучки Провалы в эквалайзации Это минус 4,5 Минус 5 дБ Тут минус 3 Тут минус 1 Тут минус 1 То есть это Очень нежные Такие касания Пол дБ, дБ, полтора Вот, но Поскольку эта запись все-таки старая И поскольку мы ее насытили и басами И гармониками То некоторое выравнивание спектра С помощью эквализации Мне все-таки понадобилось И давайте послушаем Как Какое влияние оказал эквалайзер Я не буду объяснять Что и где я подравнивал Ну тут видно, да Низкие частоты Коробочность Вот это вот Бубнение Минус 200 герц Коробочность Там 600 В районе 600 Слегка Такой мутность В районе 600 Слегкая Такая Легкая резковатость В звуке гитары Она отдельно выделяется На 2,5 кГц Вот И Такая жесткость По которой С которой там хайхет Схлипывает постоянно Ну это такая аранжировка Ничего не могу переделать Уже Вот Я здесь С помощью вот этого Вот Этой полосы Убрал Ну Я послушал Вибрал Выбрал На 7700 кГц 7750 герц И я ее убрал Где-то На сколько На минус 3 дБ Потому что он слишком Пшикал сильно Вот И еще есть шельф Шельфом я воспользовался Но я буду для начала Выключить Но в том что шельф Я включил уже потом В самом конце мастеринга Когда Происошло Насыщение Еще с помощью компрессии И так далее Потом я уже Добавил еще и шельф То есть у меня избыток По энергии Высоких частот возник И я решил подправить его На эквализации Перед компрессией Но сначала Было вот так Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, а теперь я выключу все эти плагины, послушаем как было до. Следом идет еще один эквалайзер, в режиме только середину я немножко кое-какую работу проголосую. Я выбрал режим mid-only, дело в том, что в лоджике в эквалайзере можно выбрать режим, в котором он будет работать. Стерео, то есть два канала синхронно, только левый, только правый и mid-only или side-only. Это в том случае, если я не хочу использовать эквалайзер как mid-side эквалайзер. В таком случае просто выбирается dual-mon эквалайзер и каждая из его сторон работает либо на side и mid, либо направо и налево. Но это уже в одном эквалайзере. А здесь я в обычном стерео режиме эквалайзере, в этом эквалайзере, в лоджике можно выбрать 5 роутингов, на что он будет влиять. Я выбрал только mid-only, потому что мне показалось, что mid нужно немножко убрать, но при этом оставить вот эту середину, в которой звучит основная смысловая нагрузка. Мелодия, гитара, аккомпанемент. И это все звучит вот здесь, вот в верхней середине. И вот что получилось. Значит я объясню, что мы услышали. Мы услышали, что звук стал немножко шире, потому что я буквально на пол децибела прибрал центр. Стало быть, сайды у нас стали на пол децибела громче, чем середина. Но при этом я в середине добавил в верх high-mid. High-mid для чего? Для вот этой вот красивой прозрачной читаемости, чтобы ее сохранить. И я при этом ее даже приподнял. То есть разница между тем, как оно было и как оно стало в один децибел. При том, что все остальное присело на пол децибела. И на пол децибела я приподнял вот эту вот верхнюю серединку. Для того, чтобы тема гитары, аккомпанемент, все вот эти красивости, которые существуют. Там я записал и красивости, и аранжировки. Вот все это обрело некий воздух, некую такую прозрачность. И это то, что получилось. С помощью этого эквалайзера. Далее у нас идет компрессор. Компрессия у нас идет у меня, значит, в... Еще одна компрессия. Поскольку предыдущий мультибенд компрессор использовался только для того, чтобы практически подсушить. И слегка подровнять просто пики вместе с клиппингом, да? Вместе с софт клиппингом. Слегка просто подровнять пиковые значения. То есть, само по себе компрессии сильной там никого не было. Вот. Но при этом прирост по громкости уже произошел. Вот. А дальше идет компрессор, значит, у меня в цепочке существует компрессор, который называется Pulse Wide Modulation Compressor. То есть, импульсная... ширина импульсной модуляции. Это аналоговая история, никакая не цифровая. Но кому надо, почитайте, что это значит. Я почитал, но не понял для себя. Но не до такой степени, чтобы объяснить, как это работает для вас. Это все-таки такая очень сильно инженерная задача. Я не до такой степени инженер, чтобы именно объяснить. Но я знаю, какой характер у этого компрессора. Я знаю, как он работает. Я знаю, что он умеет. И я знаю, что он работает очень-очень супер прозрачно. При том, что он дает панч. Мало того, у меня на нем стоит еще и сайдчейн. Там есть подключение сайдчейн. И сайдчейн проходит через эквалайзер и возвращается обратно в компрессор. Для того, чтобы убрать басы с сигнала. Чтобы басы не тригировали компрессор. Чтобы он срабатывал только на среднюю и высокие частоты. То есть на общую динамику. Потому что у басов всегда энергия выше, чем у всего остального. И это прямо аналоговый настоящий сайдчейн. У меня сбоку эквалайзер, на котором отфильтрованы. По ситуации я отфильтровываю низа. 70, 60 Гц, 80, 100, 120. Могу даже добавить верха или середину. Для того, чтобы стригернуть компрессор на определенные частоты. Но при этом он срабатывает на все сразу. В данном случае тут все ровненько. То есть отфильтрованы между 80 и 100 Гц. Все, что ниже 100 Гц, отфильтровано. Чтобы вот эта басовая энергия не являлась триггером для него. Чтобы он не срабатывал на эту басовую энергию. То есть ее нет. Она отфильтрована до минус 12 дБ. Соответственно он реагирует только на общую динамику. А не на басовую, которая всегда ярче. Чем вся остальная. Вот. И я взял и скопировал этот компрессор с помощью штатного компрессора. Нашего, моего любимого Лоджика. Компрессора Лоджики шикарные. У нас есть, значит, здесь коллекция из семи компрессоров. Шесть из которых являются эмуляцией конкретных приборов. В моей видеошколе, которая до сих пор еще, вот момент записи, находится в свободном доступе на ютюбе. Есть серия, по-моему, седьмая или что-то такое. В которой полностью объясняется компрессия. И там полностью объясняется разница между всеми этими компрессорами. И как они работают. С полной демонстрацией. Так что посмотрите эту серию кому нужно. Но я выбрал для того, чтобы... Поскольку импульсный модуляционный компрессор работает настолько чисто и точно, как будто это цифровой прибор. Ну, потому что он с импульсами работает. Что я решил его сэмулировать с помощью Platinum Digital. То есть цифровым компрессором. Который вот безликий, безхарактерный такой. Но при этом я настроил сайдчейн. Точно так же, как и у меня. 100 Гц. High Pass Filter. Отфильтровал 100 Гц. И завел его в сайдчейн. Вот. Ник... Значит, поскольку любой аналоговый компрессор все-таки... В нем есть... Он придает немножко сатурацию на выходном каскаде. Вот. То я включил софт клиппинг в каскаде Distortion в этом компрессоре. Но при этом я совершенно его не разгонял. Потому что если его разгонять, только можно если поднимать мейкап. В таком случае софт клиппинг разгоняется и начинает придавать сильную сатурацию и дисторшн. А поскольку у меня мейкап на нуле, то я его не разгонял. Мало того, Gain Reduction у меня здесь стоит где-то на... По-моему... 3 дБ. А Ratio, как и в этом импульсном компрессоре, 1 к 4. 1 к 4. Вот. И... Атака 25 мс. Релиз 150 мс. Это самый быстрый релиз, который позволяет... Может себе позволить вот мой импульсный компрессор. Это самый быстрый релиз. Быстрые релизы... Бывают быстрые релизы, но не в этом случае. Вот. Поэтому это самый быстрый релиз. Ну, в общем, на самом деле он достаточно быстрый. И такого качания по динамике не ощущается. Ну вот. И вот как звучало это до и потом с компрессором. Понятно, да? То есть возникает прирост по громкости буквально на 1-1,5 дБ. Тут прям видно, да? Стрелочка Gain Reduction. Это эмуляция импульсного компрессора. И мы слышим, что он прям такой панчевый получился. Достаточно компрессия такая. То есть басы отрабатываются. Помимо компрессии их не трогает. Да? И они... Как бы у них своя жизнь продолжается. То есть они вот этот кач и панч, вот этот, который в басах. Он совершенно не влияет. Все остальное живет ровной такой жизнью. А басы такие качевые. И поэтому звучит вот так. Понятно, да? Ну вот поэтому прям слышно такой хороший, хороший такой панч. Такой серьезный басы. Очень хорошо звучит все. Вот. Следующий компрессор. У меня в принципе идет оптоламповый компрессор. То есть срабатывает сама компрессия происходит с помощью элемента оптического. То есть там светодиод и светочувствительный элемент. Которые собственно говоря светят яркость и интенсивность свечения диода. И его скорость зажигания зависит именно от мощности входного сигнала. И собственно говоря, светочувствительный элемент считывает эту интенсивность. И подает сигнал на сколько значит скомпрессовать звук. В зависимости от настроек. Вот. И единственное, что я могу сказать, что настройка почти вообще никакая. Вот. Ну и естественно я взял здесь уже из всей компании выбрал эмуляцию Vintage Opto. Vintage Opto это ну оптический компрессор по-моему на 11-70 или L-A-T-Way. Л-A-T-Way может быть. Ну в общем короче, один из вариантов винтажных опт, именно оптических схем компрессии. Вот. И применил. Опять же тоже Makeup Gain на нуле. Ratio 1 к 4. Атака достаточно быстрая. Атака достаточно быстрая, чтобы только вот самые такие короткие тренировки. Потому что нужно, чтобы он немножко сгладил всю динамику слегка. Немножко так утюжком прошелся по ней. Вот. Релиз 50 миллисекунд. Это самый короткий релиз, который может поставить на оптокомпрессор. Нет, там 150. Ну а я поставил 50. Ну не важно. Вот. И трешхолд такой, что он почти что не создает Gain Reduction. А только дает окраску. Окраску лампового компрессора. Ну и поскольку это эмуляция Vintage Opto компрессор, он имеет свой характер. Такой гораздо более мягкий в плане динамики. И у него есть вот софт клиппинг такой ламповый. Это немножко другой софт клиппинг, чем допустим транзисторный. Вот. И у него вот такая, он такую дополнительную придает окраску и дополнительную такую динамическую обработку. Немножко слегка поджимает еще больше динамический диапазон. Динамический диапазон. Ну и теперь давайте сравним, что было. Давайте. Байпас все плагины. Посмотрим, как было. Теперь я по очереди, значит, включаю все, что я понастраивал, да, начиная с мультибенд и так далее. Степан. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот и можем посмотреть номинально у нас мы сейчас по пикам находимся на минус 1 дБ, по RMS мы находимся на минус 11, то есть у нас 10 дБ динамический диапазон, то есть крест-фактор. То есть крест-фактор такой довольно большой, то есть у нас динамика хорошая, можно его сжать немножко. Далее у нас идет DSR, как я и говорил, у меня в аналоговой цепочке есть DSR и здесь тоже возникла на мой взгляд некий переизбыток энергии в высоких частотах до такой степени, что мне пришлось применить DSR. DSR я применил, значит у меня можно было отслушать фильтр соло. Вот слышали, да, вот это вот цыкание вот этого хай-хета, я решил немножко придавить динамическим способом, поэтому я применил этот DSR, он особо больше ни на что не влияет. Поэтому послушаем мод без него, а потом с ним. Я думаю тут ясно сразу стало, да, прям явно, что вот это вот жесткое цыкание хай-хета, да, оно сразу стало мягче, оно стало чуть-чуть больше придавлено, но при этом динамично. То есть в тех местах, где у хай-хета нет громкого удара, он звучит нормально, а вот когда громко, он так чуть-чуть, ну, как я записал в то время аранжировку, что ты поделаешь. Сейчас бы уже может быть иначе немножко партию ударную я бы писал, ну, что есть, то есть. Конечно, нужно восстановить. Вот, ну и последний, в принципе, всегда у нас идет лимитер, по идее. Но, поскольку у меня в цепочке, в мастеринговой, у меня аналоговый лимитер, это практически компрессор, на самом деле, да, ну, лимитер это же компрессор, по сути. У которого очень сильное ratio, один к бесконечности. И у которого максимально короткое время срабатывания, то есть время атаки. При этом релиз тайм можно регулировать от, там, 20 миллисекунд до 2 секунд. Вот, то есть, чтобы прям он отреагировал и давит вообще потом все подряд. Либо отреагировал и сразу обратно, отреагировал и сразу обратно. И таким образом сохраняется очень хорошо динамика, но при этом он совершенно не пропускает все ниже определенного порога, который я ему задаю. Вот, таким образом, симулировать работу такого аналогового бриквол лимитера, у которого еще и на финале, в финале схемы стоит клипер, который самые короткие вспышечки, которые вот по 0,02 миллисекунды, 0,2 миллисекунды, все-таки успевают проскочить, он их режет с помощью клипера. И таким образом, конечно, он придает некую окраску еще вдобавок. За счет клипера все-таки проявляется некая насыщенность еще гармониками. Вот, но если этим клиперам не сильно злоупотреблять, то этих гармоник будет не очень много. И на самом деле окраска будет достаточно приятная. И это такой характер, который, в принципе, почти никогда в каком одном жанре не мешает. Иногда я обхожусь без него. Но, а иногда я просто убираю на нем немножко порог чувствительности, и он пропускает абсолютно все транзиенты, и тогда и окраски, собственно говоря, не происходит. А он так очень нейтрально режет только самые-самые неустойчивые динамические всплески. Вот. Но я решил его симулировать, опять же, с помощью такого же компрессора. Я взял Classic VCA. Почему VCA? Потому что это лимитер, он тоже VCA. То есть, который управляется, как называется, переменной вольтажа сигнала, который, входящего сигнала, да, он управляется. И, значит, я выбрал Classic VCA, потому что здесь нет ни релиза, ни времени релиза, ни времени атаки, хотя можно было выбрать и вот этот вот. А тут как раз есть атака, которую можно сделать на одну миллисекунду. И релиз, там у меня очень быстрый релиз, где-то 11 миллисекунд. Вот. И я сейчас попробую между ними переключиться. Сначала я выбрал этот. Но, мулька в том, что здесь я почти не делал Gain Reduction. Реша у меня всего лишь 1 к 2. Gain Reduction вообще нет. То есть, threshold стоит на нуле. И при этом у меня тут hard clipping. Вот. И еще включен режим лимитера. Потому что в каждом компрессоре здесь есть режим лимитера. И threshold стоит на минус 1 дБ. Для того, чтобы избежать true peak клипирования. Чтобы true peak не клипировали. Чтобы true peak не клипировали. И все это остается на 1. Тогда потом пересчете в кодеке, там, mp3, неважно что, lossless, все. Никогда не будет клипа. Или, допустим, когда мы будем делать downbeat или downsampling. Потому что мы сейчас находимся в 96 кГц. 24 бита. А если мы захотим сделать 44,1 на 16, то могут возникнуть клипирования. Так вот, true peak как раз, если мы включаем лимитер по определению на минус 1. И distortion у нас hard clipping. Ну и, собственно говоря, то, что получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, понятно. И вот мы выходим на уровень громкости, кстати говоря. PLUFS integrated 8,8. И это не в самой громкой части. Потому что там есть чаще всего погромче. И там будет уже integrated чуть повыше у нас. То есть это стандартный CD. Стандарт CD диска музыкального. Audio CD. Но при этом у нас по пикам мы на минус 1 лицбел. Все стабильно. Потому что у нас лимитер выступает в качестве вот того самого клиппинга. И клиппинг же, и hard clipping здесь же и включен. Ну и за счет этого есть еще один дополнительный прирост по громкости. При том, что я мейкап даже не крутил. Гейн редакшн, поскольку сигнал сюда на него приходит уже очень разогнанный, то гейн редакшн сам по себе здесь на нем срабатывает где-то на 1 лицбел. То есть он все-таки лимитирует слегка сигнал. Подрезает самые наглые транзиенты, которые там пытаются до нуля дойти. Он их подрезает. И все это в минус 1 уезжает у нас через hard clipping и threshold на лимитере. Такая вот настройка финального компрессора, который имитировал работу аналогов бриквал лимитера. И после него, в общем-то, уже ничего не нужно лимитировать. То есть все отлимитировано, ну отлично. То есть резать еще дополнительно лимитером в колбасу весь этот сигнал не обязательно. Пусть дышит. Пусть форма волны остается такая дышащая, аналоговая. Ну а давайте теперь включим, и я переключусь на Vintage VCA, там где у меня атака очень короткая. Попробуем, в чем разница, послушаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну вот, понятно, да, как это работает. Вот таким образом я... Кстати говоря, разница в звучании между двумя этими миллиметрами почти нету. Единственное, что, поскольку здесь есть все-таки регулировка вручную времени атаки, времени релиза, то я поставил атаку на, там, полмиллисекунды, это практически такая же атака, как... Давайте посмотрим поставить, если он мне отдаст разрешить на целых 2. Да. Да? Получилось у меня? Нет. Ну, только полмиллисекунды на целых... Две. Нет, не получилось. 0,5. 0,5 миллисекунды все-таки атака у нас получается. Окей, пусть будет 0,5. И вот потому что время релиза здесь все-таки оно регулируется, и оно можно его настроить на 20 миллисекунд, так же, как и на аналоговом моем приборе, то этот вид компрессора звучит немножко более чисто и более... Как сказать... Более ярко, что ли, по динамике. Он более... Чуть-чуть больше оставляет динамику более открытой. Ощущение, что она не такая, не такая сглаженная, а она такая более дышащая. Ну, послушайте еще раз. Ну вот. И поскольку я уже говорил, да, что когда я делал эквализацию, у меня тут еще незадействованным оказался... Мне пришлось... Появил... Получилось некое такое накопление энергии излишнее в супервысоких частотах там. И мне пришлось легкий, мягкий шельф применить на эквалайзере дополнительно. Ну вот послушайте. Без него и с ним. Вот тут видно будет. Он вот так раз. Так включится этот шельф. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот с высоким шельфом в высоких частотах там с минус 6 килогерц и потихоньку с плавным, плавным, плавным такой шельф на 1,5 дБ буквально съезжает к 20 килогерцам. Практически ровненько. Вот. С этим шельфом все это случится еще более благозвучно. Таким образом получился вот такой у нас мастеринг. Значит, эээ... Что еще я могу здесь сказать? Эээ... А теперь... Вот после этого... Что, как я сделал этот мастеринг? Я сделал новый мастеринг аналоговый полностью. Как выглядит цепочка аналогового мастеринга? И как я ее делал? Я могу рассказать отдельно. В отдельном видео. Если кому-нибудь это будет интересно. Вы мне, пожалуйста, напишите в комментариях. Вот. Но я сейчас это показывать не буду. Я только покажу, как звучит аналоговый мастеринг. Даже не так. Я покажу, как... Я покажу, как звучит... Я сделал три принта. Первый принт этот цифровой. Вот он. Вот он. Вот это сейчас было до. А вот это, значит, уже готовый мастер. Цифровой. А теперь послушаем аналоговый мастеринг, который я потом сделаю отдельно. Внимательно. Давайте включим вот отсюда. Слушаем, как было до. Теперь давайте сделаем такую штуку. Я просто вам повключаю для сравнения. Значит, вот так до. Вот так это цифровой мастеринг. Цифровой мастеринг. Так это аналоговый мастеринг. И теперь все самое интересное. Дело в том, что вот этот звук, вот этот. Показываю сейчас очень важную вещь. Дело в том, что перед тем, как я начинаю делать, крутить приборы, свои аналоговые, они сначала все стоят по нулям, но в своих дефолтных настройках. Но когда проходит сквозь них сигнал, с ним уже что-то происходит. Так вот я хочу вам показать, что с ним происходит, пока мы еще их не тронули. Пока просто сигнал прошел сквозь эти все приборы, пока мы не сделали ни настройка компрессии, ни настройка эквалайзеров. Все по нулям абсолютно. Так вот послушайте разницу. Вот этот третий, нижний, это аналог в дефолте, без настроек. Просто звук прошел сквозь аналоговые приборы, которые еще не крутили. Они стоят по нулям. Да? Так вот слушайте. Другими словами, стартовая точка, с которой я начинаю делать аналоговый мастеринг, это не вот этот звук. А вот этот. То есть когда звук пошел через аналоговые приборы, но я еще их не крутил. Вот я вам еще хочу сказать. Дело в том, что бывают ситуации, когда вот так пропустил звук через аналоговые приборы, и как бы вообще ничего делать не надо, он сразу приобрел свою трехмерность, он сразу обогатился гармониками, в нем сразу появились низа, вот эти вот бархатные, но в то же время плотные и конкретные. И как бы вообще ничего делать не надо. То есть бум, произошло чудо. Такое тоже бывает. Ну и там дальше уже смотришь, слушаешь внимательно, может что-то инквалайзеры потратить. Начинаешь слушать это по кругу несколько раз подряд, и если ты чувствуешь, что какая-то из частот начинает тебя утомлять, начинаешь ее искать, где-то чуть-чуть подровнять. Потом по динамике, конечно же, идет прослушивание на большой громкости, на средней и на низкой громкости. И если по динамике есть какие-то провалы, и как-то ощущается что-то, что есть недостаток, недостаточно сжать динамический диапазон, входит в компрессию и так далее. Но вот стартовая точка, она уже звучит настолько богаче, чем оригинал, что это просто, ну я не знаю, я вот прям каждый раз кайфую совершенно от того, как это все звучит здорово. Ну и с такими исходниками работать, конечно, одно удовольствие. Когда у тебя есть, во-первых, доведенный до ума исходник, хороший. Во-вторых, когда он проходит через все аналоговые приборы, которые я выбрал для него. Я могу выбрать не все аналоговые приборы, я могу выбрать только один эквалайзер, один компрессор, лимитер и все, и вообще больше ничего. Могу выбрать полностью все приборы, которые у меня есть. Мультибенд-компрессия, параметрический эквалайзер с двумя фильтрами частот, со срезами фильтров, с фильтрами, которые, кстати, я и применял на этом мастере. Дальше идет PULTEK эквалайзер, потом за ним идет параметрический ламповый эквалайзер для хирургических каких-то таких чисточек. Потом идет компрессор один, потом идет второй компрессор. Ну, импульсный, потом оптоламповый компрессор. Бывает, что еще ставлю в какую-нибудь часть цепочки преамп, для того, чтобы немножко подровнять по динамике слишком уж размузданную по динамике музыку. Бывает, что музыка настолько выхолощена и цифровым способом сделана, что ей прям сразу изначально нужно дать сатурацию на преампе, а уже потом с этим сатурированным сигналом уже работать. Так что всякое бывает. Но тем не менее, посмотрите, какая отправная точка. Вот как было. Ну и вот как, собственно говоря, стало уже на мастере после этого. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, а вот цифровой мастер. А вот аналоговый. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, а на этом я хочу закончить. Да, получилось длинно, но по-моему очень содержательно. И для тех, кто хочет заниматься мастерингом, либо для того, чтобы сэкономить деньги, либо просто потому, что ему это любопытно, интересно и с профессиональной точки зрения для него это прогресс, то я считаю, что это видео может быть еще и учебным пособием очень хорошим. Случай, конечно, частный, но тем не менее, тут очень много приемов я показал, которые, в общем-то, являются универсальными в мастеринге In The Box. Если хотите аналоговый мастеринг, тогда обращайтесь ко мне. Вот. Но, опять же, все равно нужно понимать изначально природу работы аналоговых приборов для того, чтобы таким же способом отмастерить грамотно свой трек. с хорошим приростом по громкости. Дело в том, что у нас тут еще запас есть. Если можно, если нужно, можно навесить на цепочку максимайзер, либо на аналоговый мастеринг, либо на цифровой, это не важно. И еще вывести это все на минус 6 LUFS. Это можно сделать. Я сейчас не буду показывать, чтобы не отнимать время, но это можно сделать. Вот. Как мне в другой раз покажу. Ну и если вам интересно, как же все-таки я делал этот аналоговый мастеринг, то я вам, если вы мне напишите комментарии, если позовете еще человек 50 друзей в подписчики, то я вам обязательно об этом расскажу. Потому что это очень занимательный процесс. Я вам на камеру покажу прям каждый прибор, каждый параметр, как я настраивал, что слушал, что слышал и так далее. И это будет интересно. Ну, вот, пожалуй, все. Вот. На этом разрешите мне эту серию видео про восстановление старой магнитофонной записи закончить. Я каждый выпуск сейчас вспоминаю о том, что на Украине сейчас идет война. Идет война добра со злом. В авангарде, которой физически эту борьбу возглавляет Украина. Ну, так уж вышло, что зло поселилось в самом грабанном соседе Украины. В этой страшной стране России, в которой и не очень страшной это практически никогда не было. Но она иногда становилась на силу, на сторону сил добра. Но все равно это было очень тяжело. Ну, а в те же, в то же время, тем не менее, хочется пожелать Украине как можно скорейшей победы. И силы добра и света обязательно победят. И главным героем этой победы будет Украина. Это безусловно. И мы каждый должны по мере сил ей в этом помогать. Моя, в частности, помощь заключается в том, что у нас есть несколько друзей семьи, одна из которых там находится в эвакуации в Польше. Другие уезжали в эвакуацию, как только началась война, когда Харьков бомбили. Они, причем, жили на той самой Салтовке, которую бомбили. Он рассказывал мне, у них там длинный много-много-много-много подъездный дом. Так он говорит, соседний подъезд прям рухнуло, вот у них все цело, но они после этого уехали. Вернулись, они увидели, что, значит, половина дома нет. А их часть стоит, но там уже такие обстрелы прекратились в тот момент. Так что вот такое тяжело. Мы им по мере возможности помогаем, как только у нас появляются какие-то лишние деньги. Ну, лишние. Мы можем позволить им нужнее, скажем так. Так бывает. Вот. И чем еще мы можем... И таким образом появляется, получается, как бы такая штука интересная, что если вы поможете мне найти заказы или поможете мне с заказами на вот ту работу, которую я умею делать, которую я делаю вот так вот, которая хорошо у меня получается, которая на самом деле очень качественная сама по себе. Если вы мне поможете с поиском заказов, таким образом у меня появится больше возможностей материальных помогать этим моим украинским друзьям, семьям, с которыми мы напрямую помогаем. Вот. Таким образом мы все вместе будем участвовать в такой вот помощи. Поэтому я совершенно не стесняюсь, прошу, если у кого есть возможность выйти на заказы, на какие-нибудь может, какие-то постоянных клиентов, у которых есть сведения, мастеринги и так далее, на работу с какими-то может студиями, у которых есть постоянные заказы. Я буду очень благодарен. Я не буду жалеть времени, я буду сутками работать для того, чтобы у меня была возможность помочь пережить эту войну как можно, хотя бы материально помочь нашим украинским друзьям пережить эту войну. Это такой мой вклад, такая наша вот моя лепта моей семьи в помощь Украине. Помимо той поддержки, которую я пытаюсь духовно оказывать, так сказать, и вот каждый раз говоря об этом и в Фейсбуке, посты всевозможные участвовать в обсуждении в социальных сетях, так сказать, проявляя активность на эту тему. Ну и ни на секунду не забываем, что рок-н-ролл музыка вечна, рок-н-ролл жив, long live рок-н-ролл. Ну и спасибо всем за внимание и до встречи в следующий раз. Все, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова